так я сегодня по программе у нас значит несколько сюжетов связано с черными дырами не работает черные дыры это почему белый черный черные дыры да и если есть вопросы то останавливаете меня перебивайте не стесняйтесь спрашивайте что я первое про вам расскажу это диаграмма пенроуза пенроуза ну и по ним мы начнем понимать что такое такое черные дыры второе я вам расскажу некий сюжет связанный а ну излучение хокинга только я излучение хокинга только я расскажу не как все на самом деле происходит а намеки намеки на излучение хокинга вот два сюжета которые я вам должен буду рассказать сегодня значит что такое диаграмма пенроуза давайте сразу уясним себе что диаграмма пенроуза это просто реинкарнация старого сюжета про эту как она называется голографическая книги голографии как стереографическая проекция стереографическая проекция устроена следующим образом идея стереографический проект ее можно строить так вы возможно ее происходили просто напомню значит как бы отображаете любую точку на сфере значит я как криво рисую следующим образом вот . на сфере дайте я нарисую нормально значит вот у плоскость это отображение между плоскостью и сферой стереографическая проекция значит она отображает любую точку на сфере точку на плоскости по следующему закону вы проводите прямую которая проходит через точку на сфере или точку если вы обратное отображение хотите то через точку на плоскости и через полюс сферы значит сфера катается плоскости начну там есть два варианта как рисовать стереографическую проекцию сути не меняет значит прямая проходит через полюс и точку которую вы хотите отобразить на плоскости она высекает ту точку которая является результатом проекции ну либо наоборот правой если вы обратную проекцию делать то значит вы проводите прямую через полюс и точку на плоскости она на сфере высекает . значит проекта она задает комфортное отображение потому что соответственно вы можете рисовать какие-то прямые то есть это прямые на плоскости они отображаются какие-то дуги значит и если у вас есть две прямые то угол между ними но я так условно нарисую то угол между ними соблюдается то есть это комфортное отображение но это в принципе и те кто там математику как-то подробно изучал должны знать знать стереографическую проекты значит она является комфортным отображением вот аналогично и этому значит изображение у вас есть пространство-время то есть вместо плоскости вместо плотки вместо плотки есть пространство-время какая-то его двумерная часть и а вместо первое есть какое-то компактная компактная пространство но пространство-время условно пространство которое мы не компактное пространство двумерную часть пространства-времени отображаем давайте пример а причина станет ясно что важно почему именно двумерная потому что комфортное отображение она меняет метрик вот если у вас есть метрика на плотке то она связана с метрикой на сфере вот таким вот отображением вот есть какой-то комфортный фактор то есть этот плотк есть какой-то комфортный фактор есть метрика на сфере на сфере значит и комфортное отображение она отображает с точностью до комфортного фактора вот метрика на этой сфере метрика на этой плотности связаны где x это координаты либо на сфере ну да на случай на сфере значит с точки до комфортного фактора и вот почему двумерность здесь важно потому что любые две двумерные метрики связаны друг с другом вот таким соотношением только важно следующее что они левая и правая сторона не обязательно компактные он кто-то из них а для нас именно важно что одна из сторон компактная ну сейчас сейчас станет понятно может быть не очень понятно что я говорю значит вот давайте возьмем пространство время метрику двумерного у нас пространство время такое dt в квадрате плюс dx квадрате люди y квадрате квадрате c я положил равном едини значит я выберу какую-то двумерную часть вот это вот значит то ну вы знаете что ты меняется от минус до плюс бесконечности как и x меняется от минус до плюс бесконечности значит и это не компактная ну вот ее можно нарисовать нарисовать на двумерной плоскости насчет этого пространство время только нужно помнить что вы рису рисуете на двумерные евклидовой плоскости нечто имеющие вот такую сигнатуру я хочу заметить что обычно мы в курсе проходим вот такую сигнатуру курсе теории поля но для нас сейчас неважно можно и такую использовать это какого эквивалентные геометрии в любом случае это геометрия минковского нужно помнить что вот вы нарисовали на евклидовой плот и нечто имеющие такую метрику соответственно любой отрезок наклоненный под углом 45 градусов косям имеет длину 0 ну потому что для него превращение вдоль этого направления равно превращение вдоль этого направления поэтому это минусы это дает номер вот я хочу отобразить это пространство время на по какой причине станет чуть ясно чуть позже ясно значит хочу отобразить это пространство время на компактное какое-то пространство время давайте я чтобы не не наврать вам гляну как я это делаю значит вы в деталях не наврать значит сделаю такое отображение т плюс минус x отображу в тангенс и плюс минус и пополам нетрудно видеть что если ты меняется вот в промежутке и меняется в промежутке от минус до плюс бесконечности то и и и меняются ну из-за того что здесь тангенс стоит промежутке от минус пи до пи да причем так как я вам сказал что она компактная то здесь вот так вот сейчас поймете почему но пока пока круглые скобки а сейчас поймете почему я их закрыл значит если я возьму вот эту вот метрику минус dt в квадрате плюс dx квадрате и сделаю вот такую замену координат здесь ну я к толкать могу ввести так называемые вот нетрудно проверить то если я веду наш уж он так пишет этот назову x плюс мин x плюс минус то нетрудно проверить что это там dx плюс dx минус мы точно сюда знака сейчас я скажу наверно минус вот так да начай а вот это можно назвать там я не знаю и у плюс минус ну это к тому как делать такую замену если вдруг возникнет вопрос как делать подобные замены координат ну соответственно вы от x плюс переходите к тангенсу плюс от x минус тангенсу минус в общем легко после этого проверить что без подставить это вот сюда то вы получите единица на не наврать на 2 косинус и плюс и пополам на косинус все минус и пополам квадрате ну а здесь будет стоять точнее всего вот этот как раз то что я назвал омега и от x условно он или в квадрате от x будет стоять минус дпси в квадрате плюс дпси в квадрате ну и смотрите из-за того что вот эти вот тикси меняются в таком промежутке от и x меняет таком промежутке цветы x вот этот комфортный фактор он на границе на границе вот этого вот этого пространства стремится к бесконечности давайте нарисуем это пространство то есть мы смотрите что сделали мы взяли плоскость t и x и отобразили его в часть плот и и и а именно такой квадрат это квадрат хотя его рисую как ромб к квадрат ну тут 90 градусов везде от минус пи до пи от минус и до пи и вот у этого компактного пространства есть границ и на этой границе вот этот комфортный фактор этот комфортный фактор привитых бесконечности поэтому именно поэтому я смог это выразить бесконечное пространство время и конечное это пространство вот в пространство время координат пике то же самое происходит и здесь когда я вот делаю такое отображение метрика плоскости переходят метрику сферы а здесь комфортный фактор он обращается в бесконечность на полюсе полюсе обращается в бесконечность комфортный фактор при этом отображение я просто сейчас на память не помню комфортное отображение между сферой и плоскостью так сходу чтобы не наврать вам его не выписываю и смотрите что здесь произошло интересного здесь вот все точки бесконечности вот вся бесконечность правда вот этой плот и она отображалась вот в эту точку полюс то есть вот видите я чем как бы наклон ближе чем моя . подходит на сфере ближе к полюсу но на самом деле надо аккуратнее рисовать вот так ближе полюсу тем дальше эта точка уходит бесконечности и вот эти точки отображает все ближе и ближе к бесконечности ну и сама вот этот полюс отображается ну в любую точку на бесконечности связано почему и точки бесконечной бесконечности на плотке это называется комфортная компактикация в принципе у меня плод отображается на сферу без полюса но если я я полюс могу добавить туда так соответственно получить просто полную сферу и эта точка на полюсе она отвечает любой точке на бесконечности эти точки на бесконечностью обычный евклидовый плот никак друг от друга не отличается потому что метрика на плотке напоминаю вам имеет вид dx квадрате плюс до y квадрате любые точки это похоже на бесконечности а что здесь происходит здесь у меня разные точки на бесконечности в разные участки границы этого прямоугольника в этого квадрата отображается связано это с тем что у меня не все линии эквивалентные ноту этой метрики у этой метрики есть времени подобные интервалы пространственно подобные интервалы и света подобные интервалы вот например если вы внимательно изучите это отображение вот это вот у меня просто на это время и нету такая знакомительная лекция вы внимательно изучите это отображение то вы увидите что просто вся ось x от минус до плюс бесконечности при т равная минус бесконечности от выразиться вот в эту точку вся ось x от минус до плюс бесконечности при т равная плюс бесконечности от выразиться в эту точку то есть смотрите вот это вот это пространственно подобная ось она отображается в эту точку это пространство подобная ось выражается на бесконечности пространство времени это времени подобная ось на минус пространство бесконечности отобразить в эту точку это в эту точку а что это такое то это за отрезки это легко увидеть смотрите если это равно нулю это светоподобная линия это подобная линия не трудно видеть то когда это равно нулю то это тоже равно нулю и наоборот ну с точностью до того что где-то тех мест где-то комфортный фактор обращается в бесконечности он обращается в бесконечность только вот на этих линиях которые я добавлю чтоб компенсифицировать пространство время вот это полученное я его компенсифицировал напоминаю что я здесь вот сделал вот так вот значит так что я хочу сказать любая это подобная линия здесь наклоненная под углом 45 градусов она отображается какую-то светоподобную линию здесь это связано с тем что преобразование комфортно и что углы между линиями сохраняются если углы были под углом 90 градусов друг другу то они здесь под углом 90 градусов друг другу а вот это вот просто это называется прошлое светоподобная бесконечность и это называется прошлое светоподобное бесконечности а это будущее светоподобное бесконечности это будущее светоподобное бесконечности это то куда линии цветовая цветовые линии откуда они исходят он не могут исходить отсюда могут исходить отсюда а этот куда они приходят они могут приходить сюда мы приходи сюда что чем это Adrian ответ может лететь в этом направлении может лететь в этом направлении во времени вот видите он может удалить моим туда лететь вот у вас есть минус бесконечности то Gen Nuclear geworden ну и там и плюс бесконечности подобные там и точно здесь есть они отобразились вот сюда вот это как его диаграмма пенроуза вот это вот диаграмма пенроуза для плоского пространства минковского для прошлого плоского времени минковского она очень удобно для понимания как мы увидим чем вот именно на разных свойств диаграмм пенроуза для плоского пространства и для черной дыры мы увидим специфику черной дыры чем она отличается пространство минковского давайте для начала изучим про пространство минковского что можно понять вот глядя на эту диаграмму давайте попробуем понять как выглядит мировая линия вот у нас было старое пространство как выглядит мировая линия товарища который ну где за какой-то частицы которая вечно там летит как-то вот она как-то так выглядит важно что ее наклон касательная к ней никогда не имеет я не очень хорошо рисуем касательная к ней никогда не имеет наклон больше чем 45 градусов по отношению к вертикальной оси чтобы скорость света не 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 это не превысить все на вот лет я из любой точки на этой линии мировой линии нарисую световой конус она всегда внутри этого светового конуса лежит вот и после отображения эта линия здесь отображает вот такой она всегда исходит из этой точки и всегда заканчивается в этой точке и всегда имеет наклон если я могу световой конус и за любой точки и и нарисовать она всегда лежит внутри этого цветового конуса господи не пишет а вот теперь а я а как выглядит поверхность каши поверхность каши это время пространственно подобная поверхность ну пространство подобная линия она как бы всегда есть я световой конус любой ее точки нарисую она всегда снаружи лежит и не его все точки вдоль этой линии связанные друг с другом времени подобными интервалами а все точки вдоль лето или нее друг нам связаны пространство подобными интервала пространство подобная поверхность просто на подобная поверхность после отображения переходит какую-то да уж уж ты будешь делать какую-то такую которая всегда лежит снаружи с этого конуса это какой-то бред вообще прыщей не знаю я ее не задеваю да кстати может быть я нажимаю вот на эту кнопочку и он стирать начинает это происходит ну ладно вот я поправил вот теперь то есть пространственные срезы пространственные срезы здесь они вот на самом деле пространственные срезы здесь они вот такие вот какие-то главное чтобы я вот это вот правило что любая как его из любой точки того конус рисую и он эта линия она всегда снаружи того конуса своего лежит это правило надо соблюдать а мировые линии наблюдателей как-то так мировые линии точек вот как-то так выглядит то это нам вот это свойство диаграммы пенроза о чем нам говорит диаграмм пенроза для плоского пространства она говорит о следующем то если вы возьмете какой-то пространственный срез и какого-то наблюдателя вечно живущего то он вот прожив как бы от минус до плюс бесконечности увидит весь пространственный срез то есть она все он все пространство оба обозреет вот я буду рисовать прошлые световые иконусы из его точек по мере его приближения к будущему он все пространство увидеть увидит любой пространственный срез любой пространственный срез он полностью обозреет то есть нету в этих пространстве в этом пространстве времени минковского нету таких участков пространства которые недостижимы для этого товарища но вот видите это вы удаленных участков свет приходит позже к этому товарищу все позже и позже но он приходит из любого из любой точки пространства для x y и t получается куб это пожалуйста но для их y и t бессмысленно рисовать диаграмму пенроза последующей причине потому что если у вас метрика будет какая-то сложная метрика как будет какая-то сложная не такая а сложная метрика в пространстве ну тут какие-то будет и и по t x и y стоящий перед dt в квадрате да кто-то там при dx квадрате стоять кто-то там при dt dx кто-то там при dy квадрате и так далее вот есть будет какая-то сложная метрика он будет же меню от всех t x y и x и y а здесь будет dx мю dx ню где здесь вот этим меню пробегает 012 вот я ее не отображу трехмерном случае в метрику вида о омега в квадрате от x на плоскую метрику минковского трехмерно это именно с этого я как бы и начал давайте x это новые координаты вот не отображу произвольную метрику двумерную произвольную отображу там у меня доста вот вот таких вот замен t какая-то f1 at x и x чертой f2 at x за их двух пункций мне достаточно чтобы у двумерной метрики вот если это два на два матрица достаточно чтобы у двумерную метрику привести к виду омега в квадрате от x на это меню ну потому что здесь три независимых параметра у симметричной матрицы 2 на 2 и два параметра я могу убить не параметров смысле функции три независимых функции в этом же меню тренина симметричная 4 на 4 2 на 2 это четыре функции вроде но так как она симметричной 3 независимых функции двумя функциями я 2 убью оставлю одну вот неизвестную комфортный фактор трех измерениях у меня будет три на три и уже меня просто преобразований трех функций недостаточно чтобы ума ты у симметричной матрицы 3 на 3 привести и к такому виду понятно поэтому двумерная частью диаграмма пенроза и рисует я с этого начал вот он я не говорил самом начале не очень понятные замечания были так это про пространство время я на самом деле опаздываю я не успею про излучение хокингерской ну может быть и не надо его рассказывать опять под диаграмм пенроза подробнее расскажу тогда это про про пласты время это то что нам нет не очень интересно нам интересно как раз про пространство время чёрной дыры вот как увидеть разницу черной дыре метрика имеет следующий вид по метрика шваршильды ведь она не вращается есть вращается посложнее вы метрика шваршильды имеет следующий единица минус rg поделить на r dt в квадрате плюс d r квадрате единица минусы рж поделить на r плюс r в квадрате а здесь вот и кстати метрика на двумерной сфере единичного радиуса вот это а это на сфере радиус r до омега в квадрате это такая метрика на сфере dt в квадрате dt в квадрате плюс синус в квадрате df в квадрате это полярный азимутальный угол кто из них кто я всегда забываю значит фи меняется от 0 до 2 пи как один такой это меняется от 0 до пи это вот эти вот углы напоминаю вам если насчет у меня есть это вот y z это тетта угол а вот этот угол это фи но если они меняются так я однозначно покрываю сферу значит ржает так называемый гравитационный радиус он просто пропорционален в единицах c равно единице и же равно не это не тоновская константа я просто не помню как он выражается этот равен просто 2м м это масса черной дыры а я на вопрос георгия демьянова ответил он понял мой ответ или он как-то никак не отреагировал про для их и да все хорошо на отлично так и смотрите здесь явно выделена существенная для нашего разговора двумерная часть вот это именно отличает вы я на самом деле метрику плоскую плоскую могу тоже сферических координат сферически симметричная метрика к потому что она создается сферический симметир симметричным гравитирующим телом вот я ферических координатах тоже могу записать метрику плоскую вот она будет такой вот вид иметь именно вот это вот ее часть отличаются эта часть попадает соответственно самая интересная часть у шваршильдовой черной дыры это вот эта вот часть вот на нее и нам смотреть ее и надо разбирать давайте разберемся как что с ней делать то есть запишем эту метрику но я ее еще раз перепишу единица минус rg поделить на r dt в квадрате плюс двер в квадрате я в двумерную часть теперь на то не обращаю внимание значит запишу так единица минус rg поделить на r минус dt в квадрате плюс двер в квадрате поделите минус rg поделить на r квадрате ну назову это др по звездой подарить ну и принципе чтобы найти как др по звездой другая координата просто на соответственно равняется но я выберу такую квадратный корень когда буду извлекать выберу такую теперь можно проинтегрировать там будет константа константу зафиксирую просто константа интегрирования результат интегрирования такое что это равняется r со звездой равняется r плюс rg на логарифм r поделить на rg минус 1 результат интегрирования это называется черепашья координата r со звездой ну и соответственно я могу это представить в виде единица минус rg r как функция от r со звездой ну просто решение этого уравнения трансцендентное уравнение r не так просто найти как функцию от r со звездой то есть надо решать это трансцендентное уравнение вот это вот метрика имеет такой вот вид минус dt в квадрате плюс dr со звездой квадрате значит а и кстати нетрудно видеть что r со звездой меняется от минус бесконечности до плюс бесконечности а r меняется от нуля до плюс бесконечности на самом деле это наивная точка зрения вот это вот метрика применимая от rg это вот важно от rg то есть она больше чем rg r при р больше чем rg под при р меньше маржи нужно работать чтобы написать метрику это не то правая часть доски не видно виде пишет так видно там я не пишется так ладно давайте этом ну и смотрите в принципе чтобы там диаграмму пенроуза нарисовать я могу это комфортный фактор отбросить с ним что-то будет происходить преподавания хуже работать с этим она но этого недостаточно к сожалению нам даже если так просто не это дело что то что это не все пространство время черной дыры это только ее часть при r больше чем rg а что там при р меньше маржи это надо разбирать но у меня к сожалению все детали чтобы рассказать нет времени вот значит а для этого нужно нужно понять какое пространство времени пространство время который вот эти вот координаты покрывают я попробую объяснить чуть позже но это как бы займет потребует каких-то усилий так давайте следующее будем разбираться ну можно сказать так что у каждого гравитирующего тела я сказал он равен там правильных единицах 2м но в удобных единиц 2м можно сказать так у любого гравитирующего тела есть вот этот параметр же вот например у земли он равен один сантиметр ну там 9 миллиметров у солнца это два если не ошибаюсь 2,7 километра ну радиус земли вы знаете равен 6000 километров они один сантиметр радиус солнца есть не ошибаюсь 700 тысяч километров они 2,7 километра но если что-то землю сожмет до такого радиуса а солнце соответственно до его соответствующего радиус то солнце из земля превратятся в черный дыр и физический смысл это его параметра вот насколько как бы сильно гравитационное поле создаваемое этим товарищем на соответствующем радиусе вот например у земли метрика и у солнца у земли у солнца метр метрика приблизительно выглядит так если забыть про про да точно значит это у земли метрика снаружи земли наружу земли и у солнца снаружи солнца она выглядит точно так же если забыть про их вращение ну про из-за вращений сложнее ситуация но если бы они не вращались вот они такую так и скрывали гравитационное поле так что я хочу вам показать я вам хочу показать что у этого rg вот при р равной rg у метрика видите это зануляется это вращается в бесконечность вот этот фактор и вроде бы метрика вырождена то есть метрический тензор который здесь стоит матрица соответственно она вырождена но это вырождение оно такое мнимое в том смысле что это не физическая особенность пространство времени при р равной rg никакой особенности нету это у метрики есть особенность примерно такой ситуации вы знаете вот например рассмотрим двумерное пространство в полярных координатах она они имеют вот такой вот вид и здесь вот метрика вырождает при р равной нулю а это просто начало координат там пространство пространство никаких особенностей нету однако метрика вырождается вот я щас вам покажу что у этой при р равной rg происходит вырождение метрики а у пространства особенности нет ну пока просто что у пространство особенности нету я скажу и поясню почему я это знаю показать я не успею так ну кстати давайте сделаем подобно интересную замену координат давайте рассмотрим вот в полосном пространстве переход в неинерциальную систему отчета чтобы понять то что я сейчас собираюсь делать вот давайте рассмотрим то нами метрика плоская давайте двумерную метрику возьмем такую и сделаем в ней замену т равная ра ты ну стал а и x равная ра чочу ну стал вот хочу такую замену сделать это простое упражнение вы в принципе способны его сделать достаточно просто вот например каково давайте я даже поясню что нужно делать это дт равняется даро на шину стал просто по правилу ливни царо на чё сяну тау дтау сейчас как шину дифференцируется да прямо так это умножить умножить ну его звезду в квадрат и поставлю сюда и точно так же здесь тра-та-та-та-та и поставлю сюда я получу следующее минус ров квадрат дта в квадрате плюс д ров квадрате ну и смотрите давайте я вот смотрю на это приобретание надо помнить что чё сяну тау чё сяну тау он всегда больше чем модуль шину са тау соответственно нетрудно проверить что если ро больше нуля про больше нуля то x всегда больше чем модуль т соответственно вот у меня координатах tx вот эти координаты укрывают вот этот квадран это под углом 45 градусов идет она покрывает только этот квадран вот эти координаты ро и тау если ро больше нуля то покрывает этот квадран если ро меньше нуля то покрывает этот квадран ну и смотрите что мы имеем вот есть метрика а да кстати не трудно видеть то давайте даже я это сделаю вот просто и оттуда нетрудно видеть что ты в квадрате x квадрате минус т в квадрате равняется ров квадрате а если ты поделить на x это равняется гиперболический тангер чангенс соответственно линия постоянного ро или не постоянного роя такие вот гиперболы такин ты сосинцами вот этими вот цветовыми линиями линии постоянного ро а линии постоянного Тау это вот такие вот через начало координат оси проходящие. Ну и что вы сталкиваемся? Смотрите, когда Ро стремится к нулю, эти гиперболы вырождают свои асимптоты. Вот в эту и в эту. И смотрите, у этой метрики при Ро равное нулю происходит вырождение. Но это вырождение, при Ро равное нулю мы все еще имеем дело с этим плоским пространством. Вот оно нарисовано у вас. Я сделал замену координат просто от ТХ к Ро и Тау. Сделал замену координат в пространстве. Просто у меня эти координаты покрывают не все пространство-время, а только этот квадрант, либо этот квадрант в зависимости от того Ро больше нуля или Ро меньше нуля. Вот что-то подобное я сейчас собираюсь делать. Увидеть, что у меня метрика Швардшильда, она вот что-то типа такой. И покрывает только четверть всего пространства-времени. Но мне нужно найти что-то такое. Вот для нее я буду искать диаграмму Пинролуа. Так. Ну давайте посмотрим, что происходит. Это мне нужно посмотреть, чтобы я не наврал тут коэффициентах. Еще раз напоминаю, на чем мы остановились в случае с метрикой Швардшильда. Мы перешли к следующему. ДС в квадрате. Единица минус РЖ поделить на Р, где она функция от Р со звездой. Я явно ее не выписываю, потому что это вообще, вообще говоря, трансцендентное соотношение. И Р со звездой СР связанным таким вот образом. Ну и как-то нетрудно видеть, эта связь верна только если это больше нуля. Ну потому что иначе логарифт комплексным становится, комплексные координаты как-то плохо. Вот. Давайте я сделаю следующее. Сделаю еще одну замену координат. Я некоторую подобную замену координат делал. Просто по-другому называл. Я это называл х-т, х-. Что-то подобное было. А это называл х+. Я пользуюсь традицией, введенной не мной. Буду их называть У и В. Тогда нетрудно проверить. То это становится единица минус РЖ поделить на Р, где она функция У и В. Нетрудно видеть какая, потому что это что там В минус У пополам. ДУ, ДВ. Вроде я даже не вру. Я там, кстати, в какой-то момент, по-моему, про знак наврал. А, у меня другой знак был. Все правильно. Так. Сигнатуру. У меня в записках сигнатура другая. Не такая, как здесь. Поэтому здесь знак минус. Так. Хорошо. Теперь смотрите. Если у меня Р стремится к РЖ. Ну, смотрите. Р стремится к РЖ. Если Р стремится к РЖ. Это стремится к константе. А это стремится к минус бесконечности. То есть, Р со звездой стремится к минус бесконечности. К Р стремится к РЖ. Но я вам сказал, что Р со звездой меняется от минус до плюс бесконечности. Вот, соответственно, v-u тоже стремится к минус бесконечности в этом пределе. Ну и я могу, это значит, что я вблизи горизонта, могу проделать какие-то упрощения. Сейчас будет понятно, я хочу сделать некоторую замену координат. Вот здесь. Смотрите. Ой, а что я тут пишу? Люди не следят за мной. Это не этому равно, это этому равно. Здесь вообще не должно ничего быть. Не имеет отношения к этому. Так, значит, не следите. Я же метрику переписываю, а здесь замена координат обсуждаю. Значит, смотрите, что я. Я вот, глядя на эту формулу, могу понять, что происходит с этим упрощением. Когда я стремлю r к rg, это константа, а это большая величина. Соответственно, я этим могу пренебречь по сравнению с этим. И имею дело следующее, что v минус u пополам равняется приближенно rg логарифм r поделить на rg минус 1. А это соотношение уже легко решить относительно. То есть я могу найти r как функцию от u и v. И, соответственно, найти, чему это равно в той окрестности, которая меня интересует. Соответственно, в этом приближении 1 минус rg поделить на r приближенно равно e в степени v минус u поделить на 2 rg. Что я могу сюда подставить? И что я получаю? Что при r, стремящейся к горизонту, очень близко к горизонту, я имею следующее. Что метрика приближенно равна e в степени v минус u поделить на 2 rg со знаком минус du dv приближенно равна в этом пределе. Ну и тут нетрудно видеть, что если ввести координату u равная, ну давайте u большое. u большое, du большое, которая равняется e в степени минус u поделить на 2 rg du маленькая. а dv большое, равная e в степени v поделить на 2 rg, dv маленькая. То я сразу отсюда могу решить это. Ну это даже не суть важна. u соответственно равно минус 2 rg, e в степени минус u поделить на 2 rg. v равняется 2 rg на e в степени v поделить на 2 rg. И в этих координатах я получаю метрику du dv. Она вообще плоская. То есть если я введу координаты t минус r, даже не t минус r, прошу прощения, а t минус x, и v равная t плюс x, то эта метрика просто будет, я прошу прощения здесь со знаком минус, минус dt в квадрате, плюс dt в квадрате. Все плоткое просто. После такой замены координат. То есть я в окрестности черной дыры перешел в такие координаты. В окрестности горизонта черной дыры. О чем это говорит? Что вот особенность исходной метрики при r, стремящейся к rg, можно заменой координат, вот какой-то такой, от нее можно избавиться. И свести метрику к плоской. Это дорогого стоит. Почему? Потому что я исходно мог бы стартовать. Возьму мою исходную метрику ds в квадрате. минус. И сделаю в ней следующую с самого начала, вот прям, замену координат такого вида. Давайте я даже, зачем я... Вот такого вида. Вот сразу сделаю такую замену координат. То, что я получу, что эта метрика просто равна, я здесь выписываю ее, вот здесь, равна rg поделить на r, которую нужно понимать как функцию от u и v, ну, решающие эти уравнения просто. e в степени минус r, опять же, как функция от u и v, поделенная на rg, d, d, u, d, v, это u и v большие. С знаком минус. Просто я перевел метрику черной дры вот в такой вот вид. А у этой метрики уже особенностей нет. При r равна rg. Более того, смотрите, что происходит. Мы видим практически то же самое, что я с вами делал в плоском пространстве. Вот эта вот замена координат между r и t и u и v действительно только при r больше, чем rg. Ну, просто потому, что этот корень теряет смысл. При r меньше, чем rg. Вот это вот одна вторая здесь стоящая степень. Как называется ваша книжка? Лекции по теории относительности классической электродинамики и гравитации. Можете при просмотре зафиксировать. Так. Почему я это все говорю? Так. Я вот могу сделать такую замену координат. Сюда подставить. Получу такую метрику. Причем вот эти координаты покрывают только область при r больше, чем rg. Это отображение между, то есть, или преобразование между r и t и u и v. Кстати, я с таким же успехом мог бы это написать как еще раз t минус x t плюс x а эту метрику соответственно записать в виде rg поделить на r как функцию от t и x на e в степени минус r как функцию от t и x поделить на rg а здесь минус dt в квадрате плюс dx в квадрате. Так даже удобнее. Ну, смотрите, что мы видим. Мы видим следующее. Вот r, вот этот вот квадратный корень определен только если r больше, чем rg. Это отображение работает только вот при r больше, чем rg. и если r больше, чем rg нетрудно видеть что v v ну, вот отсюда просто должно быть видно это все отрицательное это все то есть, смотрите u пробегает вот просто отсюда следует что u пробегает от минус бесконечности до нуля а v пробегает от нуля до плюс бесконечности. Соответственно, мы если я нарисую вот это вот пространство t и x если я нарисую вот это вот пространство t большое и x большое то только вот этот вот квадрант в нем покрывается с координатами t маленькая и r только этот квадрат ситуация аналогична вы можете просто отсюда даже посмотреть вот смотрите давайте я умножу это на это то я получу t в квадрате минус x в квадрате равняется минус нечто зависящее только от r ну легко видеть что я не буду это переписывать какая-то функция от r то есть, линии постоянного r это гиперболы в этом пространстве то есть, так же я могу поделить у на v у на v то есть t минус x в общем у поделить на v или t минус x поделить на t плюс x я получу e в степени там со знаком минус e в степени да что же ты будешь делать e в степени минус да в общем экспоненту от t получите поделить на r же то есть, линии постоянного t это прямыми в этом пространстве а линии постоянного r это гиперболы то есть, ситуация очень похожа на то, что мы видели когда я вам что такое вопрос я же могу t и x экстраполировать вот на это все просто он перестал писать что я его отрубил как-то или он разрядился может он разрядился значит если я экстраполирую t и x на все пространство то вот это оказывается пространство всей черной дыры всей черной дыры и смотрите я координатным преобразованием от особенностей метрики избавляюсь у этого пространства нет никаких особенностей но есть существенная разница вот это вот исходное пространство из которого мы спортовали минус dt в квадрате плюс d dx в квадрате оно плоское а это не плоское пространство как я откуда я это знаю для этого я должен посчитать тензор риммана ну это целая лекция требуется что это такое предполагается что вы какое-то знакомство с ним имеете не уверен что это так но значит можете разобраться значит нужно посчитать тензор риммана тензор риммана вот здесь 0 а здесь не 0 и они вдруг то есть вот это пространство не плоское а это плоское тензор риммана это величина имеющая 4 тензорных индекса не у него альфа бета у него там есть свойства и так далее он вообще говоря зависит от всех координат от x всех значит ну я имею ввиду конечно лучше трехмерного варианта это важно тоже значит и можно посмотреть что он как-то меняется вот у этого у этого пространства как-то меняется здесь он там конечный а вот происходит нечто особенное ну нужно смотреть не на просто на компоненты тензора а на его инварианты которые можно например в квадрате посмотреть так чтобы все индексы свернуты были и можно увидеть что он на какой-то из гипербол вот здесь и здесь вот этот квадрате обращается в бесконечность это фингулярность я ее рисую волнистой линией чтобы подчеркнуть что она может мог нарисовать и так что у меня пространство времени вот за пределами этого нету то есть тут уже особенностью пространство времени здесь вот здесь эта величина конечная везде а при стремлении к этой гиперболе она обращается в бесконечность вот эта вот величина и пространство время там уже не определено соответственно туда я уйти не могу то есть у меня пространство это вот это вот это вот это оно устроено так оно вот практически как пространство минковского только не определено вот здесь и метрика на нем вот такая кривая искривленная а не плоская это важно вот теперь смотрите чтобы нарисовать диаграмму пенроуза для этого пространства мне вообще плевать на этот комфортный фактор он вообще никакой роли не играет но что-то с ним произойдет при координатном преобразовании которое я буду делать о чем мне плевать и теперь я хочу подчеркнуть что здесь t и x меняются от минус до плюс бесконечности вот в этом во всем моем пространстве то есть они покрывают все 4 квадранта комфортный фактор отброшу и буду разбираться с этим точно так же как с минковским что я получу при этом отображении то есть я буду отображать вот не всю плоскость а вот вырезав какой-то участок гипер сверху какой-то гиперболы там и снизу какой-то гиперболы здесь что я получу я получу следующее то есть я получу точно такой же квадрат как и раньше но с вырезанными кусками здесь и здесь вот этих кусков нет господи сразу стирает так так и так опа вот я получу давайте это еще аккуратно на самом деле я могу комфортный фактор всегда подобрать чтобы выпрямить эти линии но это уже какие-то подробности для вас неважно давайте я нарисую эту диаграмму аккуратно сейчас поймите что я рисую так ой я просто нарисовал вот эти еще светоподобные светоподобные линии я надеюсь это понятно под углом 45 градусов к вертикальным осям в пространстве tx светоподобные вот это все светоподобные линии это 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 а это нет светоподобные это пространство подобные линии. Сейчас, секунду, по поводу пространства подобных, это отдельный разговор, ну ладно. Так, ну сравните, это диаграмма Пенроуза черной дыры, а вот диаграмма Пенроуза пространства Минковского. Они отличаются, и отличаются очень важным моментом. Ну, во-первых, вот эта вот точка, это Т от минус до плюс бесконечности. При Х равное минус бесконечности. Это, соответственно, при Х равное плюс бесконечности. Вот эта вот точка и эта точка, это все четыре точки, это значит Т равное минус бесконечности. Это Т равное минус бесконечности. Прошу прощения, это Т равно плюс бесконечности. Непонятно почему. Ну, значит, это Т равное плюс бесконечности, а это Т равное минус бесконечности. сейчас нет вот так именно это минус бесконечность а это конечно большое все я здесь неправильно написал кстати зеленый пирс когда я пальцем пишу так я не знаю как поменять цвет ну ладно кто может быть даже толщину можно поменять вот смотрите любой наблюдатель который находится снаружи вот вот этот участок покрывается метрикой tr ну шваршильдерской метрикой эти участки шваршильдерской метрикой не покрываются там нужно другие координаты аналоги tr водить зато эти все участки покрываются координатами tx но я их отобразил вот в компактное какой-то смотрите любой наблюдатель давайте я еще раз нарисую эту диаграмму пенроуза у вас нарисована черная дыра что вы понимали вот здесь ну я не очень хорошо рисую значит под углом 45 грамм 45 грамм 45 грамм все 40 под углом то есть тут прямые углы любой наблюдатель находящийся снаружи черные дыры то есть при r больше чем rg вот он по какой-то гиперболе ну гипербола отобразится вот в это гипербола которая там в исходном 3x было ты большой небольшое гипербола сюда отобразится зачем таким он находится где-то здесь ну вот на такой линии поверхности каши поверхности постоянного постоянного как это какого постоянного т это вот что-то такое то есть это т-константа это r-константа ну опять же принцип такой же нужно рисовать цветовой конус и смотреть чтобы это лежало всегда снаружи это внутри этого конус световой конус он под углом 45 градусов 5 состоит из линии идущих углов такие уголки вот ну и соответственно этот товарищ по мере приближения свое будущее он вот видит эту поверхность каши но он ничего не видит отсюда то есть есть участок пространства времени который он никогда не увидит под r равное rg r равное rg толкает вот эти гиперболы вырождаются вот в эти две линии это r равное rg гиперболы вырождаются в эти линии при под r равное rg мы ничего не видим вот здесь я туда могу запустить давайте я еще раз это я кстати уже приближаюсь к концу пары именно пары а не пол пары вообще обычный перерыв делаю но я его пропустил значит а вот наблюдатель снаружи он может туда свет отправить то есть он может из любой своей точки туда пустить свет вот излучить свет он будет идти под углом 45 градусов это если он сидит на радиусе больше чем rg на постоянном радиусе вот его мировая линия такая я еще раз но подчеркиваю туда он может отправить свет оттуда он свет ника не получит никогда вот цвет ему не придет из этой области а тут наоборот отсюда свет может прийти а туда он свет не может отправить а туда он вот в эту область он не отправить не цвета не получить не можешь вот такое вот удивительное свойство и это вот черная дыра черная дыра а это белая дыра все может вылететь облететь давние не может в эту область может полететь туда тоже может лететь почему эти две области похожи друг на друга значит возникает вопрос почему я одновременно получил и черную дыру и белую дыру хотя имел дело с метрикой которые вроде бы метрика черной дыры на самом деле все не так просто товарищи ученые ds квадрате это метрика вот это вот метрика мой палец лучше пишет чем это как его ручка вот этот метрика она инвариантно относительно трансляций во времени это называется стационарная метрика таким свойством владает пацанами метрика но она не более того она еще инвариантно относительно инверсии времени это называется статическое у меня три уровня уравнение штейна но это требует обсуждения очень грубо скажу есть такое свойство что если вы нашли его решение то обратно обращенное по времени тоже является решением уравнение штейна то есть вот такую отображение но это требует что такое время когда у вас метрика кривая там еще надо разбираться значит и так далее но в простейших случаях все понятно поэтому я не вру а вот когда там сложнее надо разбираться значит у по уравнению штейна значит всегда инверсированная по времени тоже является его решением а это решение она сама себе инверсивная то есть вы его как бы решение оно является и само решением и инверсивное по времени является решением так вот здесь изображено изображена белая дыра и черная дыра черная дыра значит прямое по времени решения на вере инверсивное это белая дыра по времени вот это потому что это метрика статическая безусловно реальная черная дыра, которая сформировалась в результате коллапса звезды, она описывается такой метрикой только после того, как коллапс произошел. До коллапса там что-то от времени зависящее происходит. То есть, в смысле, коллапс происходит, там что-то со звездой происходит и так далее. И диаграмма Пенроза там не такая. Там нету белой дыры. Именно потому, что там есть только это. Вот. Ну и, кстати, здесь сразу видны все свойства черной дыры на диаграмме Пенроза. Ну, во-первых, она полезна тем, что она показала. Хочу, кстати, подчеркнуть, у нас вроде бы лекции про то, за что он дали Нобелевские премии. Я рассказываю про диаграмму Пенроза. Пенрозу дали Нобелевскую премию, но ему дали Нобелевскую премию не за диаграмму Пенроза. Это у него, ему дали Нобелевскую премию за другие вещи, но диаграмма Пенроза это удобный способ смотреть на черные дыры. Просто. Как бы вот так. Значит, ну и смотрите, тут вот разные свойства черных дыр, которые мы это обсуждаем. Вот можно видеть. Вот товарищ находится снаружи. Он туда что-то бросил. Давайте он в какой-то момент бросил туда какой-нибудь утюг. Он полетел в черную дыру. Во-первых, как вы видите, этот утюг, он всегда как бы будет лететь внутри своего светового конуса. Соответственно, ну я так рисую его. Соответственно, неизбежно попадет на сингулярность. Это свойство не вращающейся черной дыры. Если вы попали внутрь, то вы неизбежно попадете на сингулярность. Избежать попадания на сингулярность равно, что избежать следующего понедельника. Следующий понедельник произойдет обязательно. Что бы вы не делали. Но смотрите, при этом вот он, если вам будет посылать сигналы, то вы по мере его приближения к горизонту событий, сигнал все позже и позже будет приходить. А сигнал, испущенный прям в момент пересечения горизонта событий, придет вам в этой точке. Потому что горизонт событий сам светоподобный. Соответственно, вы увидите его в бесконечном будущем. Соответственно, вы никогда объект, брошенный в черную дыру, не увидите пересекающим горизонт событий. Он всегда будет как будто бы снаружи, как бы все замедляется, замедляться медленно и медленно. Как это сказать? Это черепаха с ахилецом, только там-то все нормально. А здесь именно вот прям похоже будет. Он все будет ближе и ближе приближаться к горизонту, но никогда его гад пересекать не будет. Но при этом, если вы за ним прыгнете, за этим утюгом и дальше будете лететь сзади, то вы будете всегда не теряя из виду утюг видеть. И что интересно, сигнал от утюга, пересекшего горизонт, вы получите только сами пересекший горизонт. Ну вот, нетрудно видеть. Сигнал всегда идет с углом 45 градусов. А сигнал до его пересечения горизонта, вы будете получать до пересечения горизонта. Ну и, кстати, если вы находитесь внутри черной дыры, вы можете получать сигналы снаружи. То есть вы видите, что снаружи происходит. Вот вам, пожалуйста, свойства там, какого... Да, только нужно уметь рисовать аккуратно линии под углом 45 градусов, чтобы выяснить все эти свойства. Под углом 45 градусов к вертикальной и горизонтальной оси, которые надо там аккуратнее рисовать. Ну, в общем, мысль понятна. Вот вам все свойства черной дыры на диаграмме Пенроза. К сожалению, излучение Хокинга я обсудить не успеваю. Просто 15 минут этого недостаточно. Я готов ответить на вопросы, если они есть. Я, в принципе, как бы обычно за полпары укладывался, но я таких подробностей не сообщал в предыдущих лекциях. Там как-то все шестрее было, и я много чего съедал. Значит, если хотите, можете позадавать вопросы. Если есть. Я готов поотвечать. Если нет вопросов, я пошел. По этому курсу у вас будет, я не знаю, в зависимости от того, вы аспирант или магистрант, будет либо зачет дифференцированный, либо не дифференцированный, а получать вы его будете по результатам ответа на какие-то вопросы по любой из лекций, которую вы выберете. Ну, вы выберете одного из преподавателей, соответствующим лекциям ответите, и получите зачет. Все? Что, там вопросов нету? Там они спят. Нету вопросов? Я пошел. Нет вопросов? Это что-то матерное. Не спим. А вопросы есть? Как вы не спите, если у вас вопросов нету? Спите, конечно. Сейчас напишу. Ну, давайте. Да, это не вращающийся. Вращающийся сложнее, вы можете избежать попадания. Да, ну, если вы находитесь внутри черной дыры, то внутри черной дыры сигнал до вас доходит. Там, ну, какие-то откуда-то испущенные, ну, вот, из каких-то областей. А если вы снаружи находитесь, то и спущенный внутри черной дыры сигнал до вас не дойдет. Да. А что, ну, да, может как-то еще сжиматься и как-то будет влиять на диаграмму? Так. Я хочу подчеркнуть, что я диаграмму Пенроза такую. Диаграмма Пенроза, она все-таки, как-то сказать, это мультяшное изображение черной дыры, надо это тебе отдавать, отчет. Потому что в реальности-то, вам понимаете, я вам взял метрику, написал какую-то, которая определена при любых ТИХ, ТИР, при любых. То есть, то пространство-время я обозрел, и тогда я его могу нарисовать. В реальности-то мы же не знаем, что в нашей Вселенной вот там вот будет происходить. Там могут быть варианты, она там коллапирует, что-то еще там со временем не произойдет. Ну, я не знаю, или там, если у нас черная дыра находится, то я и рядом что-то туда прилетел. Ну, например, если у меня две черные дыры сталкиваются, я уже диаграмму Пенроза нарисовать не смогу. Потому что там все во времени будет меняться, еще что-то там, там будет существенную роль играть не две координаты, а больше и так далее. То есть это очень специальная узкая ситуация, в которой я могу диаграмму Пенроза нарисовать. Теперь, если вы как говорите, что черная дыра может быть, тут много, это очень детский вопрос, в некотором смысле он наивный, но хорошо, что вы его задали, он все равно важный. Значит, тут много аспектов, нужно сказать. Во-первых, вот в частности, за что Пенрозу дали Нобелевскую премию, тут как раз можно сказать. Он показал, в частности, насколько я не ошибаюсь, кто из них там, Хокинг или Пенроз, или кто-то, вместе, по-моему, Пенроз в этом участвовал, показал, что горизонт черной дыры не может уменьшаться. Он может только расти классической гравитацией. Вот с учетом квантовых эффектов все интересней. Там, если вы будете рассматривать квантовую теорию поля на фоне черной дыры, то у вас будет что-то типа эффекта Хокинга, а там могут чудеса всякие происходить с горизонтом, это отдельный разговор. Хокинг с Пенрозом показали, что при определенных условиях, которые выполнены в классической физике, то горизонт может только расти. Поэтому он не может сжиматься. А второе, такой процесс с сжиманием и разжиманием черной дыры, с излучением и так далее, это отдельно, как его рисовать на диаграмме Пенроза. Это требует отдельного обсуждения. Как я вам сказал, если у вас что-то там зависящее от времени происходит, например, вы... Вот смотрите, я эту диаграмму рисовал из каких соображений. Я считал, что пространство времени искривлено только за счет черной дыры. В моей вселенной нет ничего, кроме черной дыры, одной. Она не вращается, искривляет пространство времени. При этом искривлением пространства времени за счет наблюдателя я пренебрегал, за счет утюга, который туда брошен, я пренебрегал, и за счет света, который излучался утюгом и наблюдателем, я тоже пренебрегал. В принципе, все, что несет энергию, может искривлять пространство времени. только это пренебрежим мало эффекта поэтому я им пренебрегал вот соответственно если я буду учитывать что они тоже как-то искривляют или там еще какой-то гравитирующий объект добавлю то я диаграмм пен роза уже так просто не нарисую как я уже сказал так а метрика шваршильда справедливо только до свечки да только до свечкой черный для вращающейся черной дыры она метрика будет не сферически симметрично она будет цилиндрически симметрично ну в некотором смысле если нет энергички неправильно сказать имею право называть она бы не будет сферически симметрии обладать ну так я сейчас на скидку говорю могу наврать там я только будет называться метрикой кера значит если какие-то способы моделирования черной дыры мысли моделирование чего но есть пособа есть на компьютере моделируют черные дыры есть даже экспериментально моделируют черные дыры в кавычках в виде там каких-то звуковых это называется дам пол глухих дыр потому что в твердом теле можно реализовать мимикрировать некоторые свойства гравитации и соответственно некоторые свойства подобные черные дыры дыре дыром наблюдать вот про моделирование черной дыры что могу сказать насчет тела интересно да это такая отдельная есть такой человек который фактически это все придумал григорий воловик но он там независимо что-то и сам бил унру делал но вот григорий воловик целую книгу за написал называющиеся universe and helium droplet вот можете ее посмотреть он пытается там физики твердого тела различные эффекты из фундаментальной физики зреть подле полезное даже чтиво потому что но она конечно это дает определенный угол зрения на ситуацию он не всегда на мой взгляд адекватный но иметь его в виду безусловно крайне полезно вы имеете ввиду можно аналоги диаграмм пенроуза извращаться и рисовать в более многомерном случае я сказал что это не всегда работает для черной дыры для такой простой метрика швардшильда аналоги можно рисовать потому что если метрика достаточно простая то там можно извращаться это раз второе значит ну я сказал что на компьютере его можно симулировать его можно симулировать в четвергом теле ну там под твердым телом я в данном случае имею ввиду всю теорию конденсированного состояния в теории конденсированном состоянии например голову ловик предлагает моделировать все на сверхтекучем гелии я называют все физикой твердого тела наверно совсем адекватно это называется теория конденсированного состояния но не важно ну я не знаю я не очень понимаю в чем вопрос как еще можно смоделировать представить черную дыру как еще можно представить как удобно так и можно представить нет не мультяшного представлению черной дыры нет вы всегда чтобы что-то наглядно представить а диаграмм пенроуза наглядное представление должны что-то как его отбросить оставив прелевантные свойства вот приходится и вращаться все есть еще вопрос нет я пошел